Вторые Всемирные Игры Кочевников Вторые Игры Кочевников После первых Игры Кочевников эмблема стала постоянной. Поменяли лишь дату 2014 на 2016. Эмблема красовалась на сувенирах и подарках высоким гостям, которые те увезли к себе на родину. И вот уже она стала ассоциироваться со Всемирными Играми Кочевников. И наоборот. А именно в этом и заключается предназначение эмблемы. Автором является Майрам Куласанали. И дальше она будет сохраняться в таком же виде, которое было создано именно автором изначально. То есть сегодня автором такой как бы эмблемы. Это очень редкий случай, когда художники рисуют именно пиктограммы. Варианты, такие эмблемы, которые ценятся в мире и носят очень большую философию. Надо делать так, чтобы при уменьшении изображение не искажалось. Все нужно рассчитывать до мелочей. Это ювелирная работа. Вот знакомьтесь, это автор эмблемы Всемирных Игр Кочевников. Зовут его Майрам Куласаналиев. По его словам в своем творении он попытался заключить основную идею Игр Кочевников. Объединение и сближение всех народов, независимо от расы, национальности и вероубеждений. Круг – это наша планета Земля, а лошадь – главный символ кочевников. Необычная фигура всадника – это солярный человек. Внутри его головы крест, который делит пространство на четыре части света. Это универсальный символ небесного блага. Почему солярный человек? Потому что Солнце для нас – символ чистоты и равенства. Оно всем светит одинаково. Он отражен и в наскальных рисунках Саймауташ. Майрам Куласаналиев также является автором и других узнаваемых эмблем, в частности официального герба Бишкека.